В Прикубанском сельском поселении в минувшие выходные прошёл военно-спортивный турнир среди военно-патриотических казачьих клубов и объединений, посвящённый памяти десантника Павла Ступина. В соревнованиях приняли участие школьники из 10 районов Кубани. Перед началом соревнований в хуторе Прикубанском прошёл митинг, посвящённый десантнику Павлу Ступину, который был жителем хутора Прикубанского и погиб при исполнении воинского долга. В этом году исполняется 16 лет, как погибли личный состав нашей 7-й гвардейской десантно-шумовой дивизии на горе Алилен в Дагестане. Когда войска «Хаттаба» вошли на территорию Дагестана, солдаты нашей дивизии стали, им пригодили путь. Они выполнили свою задачу и, я скажу, до сих пор все помнят тех солдат, которые это сделали. К участникам митинга обратился глава Прикубанского сельского поселения Сергей Орёл. В этот день мы собрались, чтобы почтить память Павла Петровича Ступина, отдавшего свою жизнь при исполнении воинского долга. Но также в этот день мы должны вспомнить всех тех десятки тысяч молодых ребят, которые выполнили свой долг, были верны присяге и останутся навсегда в наших сердцах. В память о погибшем участники митинга возложили цветы к памятному камню, после чего раздались звуки оружейных залпов. После митинга на поляне хутора Прикубанского стартовали соревнования по военно-прикладным видам спорта среди подростковых молодежных военно-патриотических клубов, посвященные памяти десантника Павла Ступина. Участники соревнований боролись за победу в подтягивании, разборке, сборке автомата, метании ножа и гранаты, военизированной эстафете. В каждом виде будет определяться победитель, ну, вернее, три победителя, первое, второе, третье место, затем в эстафете первое, второе, третье место и общекомандное первое, второе, третье место. Все призеры будут награждены медалями кубка. Ну и призами у нас призы привезли от 7-й дивизии воздушных станций с Новороссийска, привезли кубок ветераны. Кубок вручает у нас и подарки наша организация ветеранов Афганистана, славянская, и привезли, значит, у нас подарки из Краснодара от организации «Боевое братство». Всего в соревнованиях приняли участие 13 команд из шести районов края – Тимошевского, Крымского, Славянского, Темрюкского, города Краснодара и Геленджика. Лариса Рыкова – капитан команды из Петровского сельского поселения, девушка боевая и целеустремленная. Доказать, что не только парни могут умело обращаться с оружием и показывать хорошие результаты военно-прикладных видах спорта – вот главная цель, которая и натолкнула Ларису на участие в соревнованиях. Сейчас у девушки хорошие результаты по всем военно-прикладным дисциплинам. Так было не всегда. Я пришла в клуб и меня учили постепенно. Естественно, это всё пришло со временем, не с первого раза у меня получалось. Я занимаюсь уже два с половиной года и вот только после таких вот лет и достигла этих результатов. В этих соревнованиях удивляло количество участниц прекрасной половины человечества. Лариса не единственная, кто хотела доказать, что девушки и винтовки – понятия совместимые. Попадает в цель 46 из 50. Таким результатом не каждый парень может похвастаться. А вот для Ольги Пожарской это дело не хитрое. Она около года состоит в крымском городском казачьем обществе. Кроме того, ей нравится заниматься, мягко говоря, неженским делом. Где-то около года стреляю. Училась, я училась в школе, перешла в другую школу, поступила в казачий класс, начала ходить в штаб, стрелять. Ну, пошли тренировки, всякие соревнования. Там научилась стрелять. Хочу поступить в школу МВД. Учусь, стараюсь. Для кого-то этот турнир – возможность показать свои способности, достигнуть более высоких показателей, победить. Все участники старались набрать большое количество баллов. Александр Сыч из их числа. Но всё-таки главным в этих соревнованиях он считает совсем не победу. Для меня эти соревнования – это отдать долг Родине и память Павлу Ступину. Соревнования подошли к концу. По итогам сильнейшей в военно-прикладных дисциплинах оказалась команда «Будущий воин» из станицы Петровской Славянского района. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».